Игромания представляет лет назад, незадолго до появления PlayStation 3. Издатели наобещали с три короба, но в реальности проект на долгие годы ушел с радаров профильной прессы и простых геймеров. И нельзя сказать, что по нему плакали горючими слезами, скорее попросту забыли. И каково же было всеобщее удивление, когда разработчики внезапно объявили, что Нио не только жива, но и совсем скоро выйдет на PS4. А вскоре последовала и новость о том, что перед релизом финальной версии игроки смогут сыграть в несколько бесплатных пробных билдов. И когда вышла первая демо-версия, игроки тут же записали Нио в список потенциальных клонов Dark Souls. Оно и не удивительно, ведь новая игра работала почти по тем же правилам. Вместо сюжета одни намеки. Противники злые, а боссы беспощадные. Но нашлось существенное отличие. В лучшие свои моменты демо-версия Нио была на порядок сложнее любой из частей Dark Souls. И это не шутка. Степень хардкорности снизилась в двух последующих пробных версиях, но суть осталась неизменной. Team Ninja заставили игроков страдать. И явно не просто так. Ведь сегодня знаменитая ролевая серия от FromSoftware пользуется бешеной популярностью. Игроки любят, когда им делают больно? Что ж, хорошо. Team Ninja этим умело пользуется, не просто клонируя чей-то успех, а целенаправленно создавая продукт, который понравится аудитории. Отличия от Dark Souls в Нио на самом деле гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, конечно же, сеттинг. Если в Souls геймеры исследовали мир, вызывающий в памяти средневековую Европу, то в Нио место действия Япония периода Сен-Гоку. Но не сразу. В самом начале предстоит изрядно поплутать по закоулкам лондонского Тауэра, и мясо начинается прямо там. Если стартовая локация в Dark Souls почти обязательно является собой полигон, лишь вводящий в курс дела, то в Нио первый час тяжелейшее испытание для неподготовленного игрока. Противников немало, и лупят они очень больно. А уже через несколько минут появляются грозные бронированные воины, способные уничтожить героя одной успешной комбинацией. Смерть, перезагрузка, смерть, перезагрузка, доскональное изучение повадок врагов и только потом победа. И все это в стремительном ритме. Нио попросту не дает отдохнуть и с самого начала не прощает ошибок. Второй важный аспект — сюжет. В отличие от Dark Souls и Bloodborne, тут он подается гораздо понятнее. А в центре внимания — история моряка Уильяма, который волею судеб оказывается в Японии 17 века. Повсюду междоусобицы, а в полях и дремучих лесах демоны Йокаи. В общем, типичное начало хорошего экшена. Team Ninja удалось сыграть на контрасте. Да, с точки зрения общей логики игрового процесса, у Нио слишком много общего с Dark Souls. Высокая сложность, необходимость беречь крупицы собранного опыта, светилища вместо костров и противники, возрождающиеся после каждой гибели главного героя. Всего этого у новой игры не отнять. А тот самый контраст заключается в боевой системе, напоминающей скорее о Ninja Gaiden, нежели о Dark Souls. Во-первых, сражения в Нио очень быстрые, по ощущениям даже быстрее, чем в Bloodborne. Во-вторых, ставка делается в первую очередь на очередование стоек. Всего их три — высокая, средняя и низкая. Одна позволяет бить сильно, но медленно, другая успешно парировать, а третья помогает отбиваться от большого числа противников. Именно на комбинировании стоек, а также на грамотном анализе ситуации строится боевая система Нио. Еще есть, разумеется, параметр выносливости — вашей и врагов. Зачастую столкновения приходится просчитывать буквально до секунды. Кого убить сначала — противника с копьем, лучника или воина с катаной? Одна ошибка — и сразу смерть. К сожалению, у такого расклада есть свои присущие исключительно играм Team Ninja недостатки. Речь идет о жесткой системе таймингов. Нередко движение тех или иных демонов и боссов попросту не просчитать — доля секунды может дорого обойтись. Второе пересечение у Нио случилось с… Дьявло. Количество предметов, которые можно найти или выбить, весьма велико. Мечи, доспехи, топоры, копья, аптечки. На перечисление того, что можно отыскать на поле боя, уйдет несколько часов. Самая спорная сторона Нио — техническая. Сказать, что игра создавалась из расчета на предыдущие поколения консолей нельзя, хотя бы потому, что на PS3 ее никто живьем не видел. Однако однозначно красивыми получились только модельки персонажей и освещение. Все остальное заметно хуже. Еще один важный аспект — настройки графики. На PS4 Pro, как и на PS4, но там иной расклад. Игра позволяет выбирать режим. Можно играть при 30 фпс и с качественным сглаживанием, или же с 60 фпс и сглаживанием попроще. В третьем режиме показатели фреймрейта плавают. Владельцы 4К телевизоров увидят Нио во всей красе, но вынуждены будут довольствоваться 30 кадрами в секунду. Но на все это в целом можно закрыть глаза. Ведь у Team Ninja получилось создать по-настоящему выдающуюся игру и замечательный эксклюзив для PS4. В Нио прекрасно почти все, а имеющиеся спорные моменты только лишний раз показывают, насколько авторским получился проект. При прочих равных, это один из лучших экшенов последних лет. Вердикт – великолепная игра, которая почти наверняка придется по душе всем поклонникам Dark Souls, да и вообще любых сложных игр с глубокой боевой системой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...